В настоящее время мы можем говорить о том, что Николай Михайлович Карамзин это эталон русского писателя. Что же делает его таким эталоном? Прежде всего, Николай Михайлович Карамзин, конечно, человек 18 века. Конечно, все, что было хорошего, доброго в 18 веке, он впитал как личность. Конечно, на него тоже огромное влияние оказывали те реформы, которые начал Петр I в свою эпоху. И сам Карамзин тоже отличался таким реформаторским духом. Поэтому, когда мы сегодня начинаем говорить о Карамзине, то вспоминаем в основном Бедную Лизу. А Бедная Лиза тоже была своеобразным открытием. До Бедной Лизы, как говорили современники Карамзина, у нас и прозы не было. Карамзина стали читать не только круги высокие, светского общества. Стало читать широкое публику. Он сделался массовым читателем. Кроме того, он сумел провести реформу языка, связав разговорный язык с литературным языком. Кроме того, его художественная проза обогатилась личностью автора-повествователя, который становится как бы рассказчиком и открывателем этого мира. И поэтому проза была приближена к читателю. Читатель пропускал ее через свои чувства и переживания. В настоящее время мы можем говорить о том, что Бедная Лиза – это пройденный этап, это школьный этап. А в настоящее время у нас вызывают интерес совершенно другие произведения Карамзина. В те времена было принято завершать образование дворянского молодого человека путешествием в Европу. И Карамзин отправляется путешествовать в Европу. Полтора года он путешествует по странам Германии, Франции, Швейцарии, Англии. И по приезде в Россию, возвратясь, он издает знаменитые свои письма русского путешественника. Конечно, это не дневник в чистом понимании этого слова. Это художественное произведение. Со всеми приметами жанра путешествия, которое восходит к сентиментальному путешествию Стерна, когда от путешественника требуется не только рассказать о том, что он видит, но и как-то пропустить через свои чувства, как-то приобщить читателя к тем мыслям и переживаниям, которые он испытывает. Но это не просто дневник, это и колоссальное размышление умного, образованного молодого человека над многими проблемами современной жизни, которые имеют отношение и к политике, и к общественным проблемам, и к личному самосовершенствованию. Надо сказать, что благодаря письмам русского путешественника Карантину удалось сломать стереотип представления о русском путешественнике. Во времена Петра Первого ездили молодые люди за границу, в командировку, за знаниями, возвращались назад и применяли свои знания непосредственно к тому делу, которым они должны были заниматься. Где-то середины XVIII века дворяне поймали такую моду, что своих детей отправляли в Европу путешествовать. Но, к сожалению, вот эта практика больше сопровождалась какими-то курьезными, смешными историями. О них даже пишет Фан Визин в своей пьесе «Бригадир». Там Иванушка, съездив за границу, приехал, с презрением относится не только с окружающим людьми, но и к матери, и к отцу. И говорит о том, что тот, кто не был во Франции, не может считаться человеком. Современники писали, издеваясь над такими молодыми людьми, «молодой российский поросенок, поехавший для просвещения ума и сердца в Париж, вернулся оттуда совершеннейшей свиньей». Карамзин меняет вот это представление о русском путешественнике. Он в своих письмах сменил этот тип совершенно. Перед нами молодой человек, ему 24 года, кажется, несколько поверхностный его взгляд, когда он осматривает то достопримечательности, то замечательные церкви, то беседует с кем-то в почтовой карете, то встревает в спор, то с иронией отзывается о какой-то сценке, которую он наблюдает в селе. Но да, посещает Дрэзенскую галерею и даёт свои комментарии художникам, смеётся над академиками, которые входят во французскую академию, говоря о том, что, по сути дела, это люди, которые никакого отношения к науке не имеют, и так далее, и так далее. Там много таких вот вещей, но постепенно становится ясно, что Карамзин только играет роль этого путешественника с поверхностным взглядом. На самом деле он впитывает абсолютно всё. Путешествие было продумано, он точно знал, что ему надо от него. В Кринсберге он пришёл к Канту. Швейцарий его привлекает, потому что здесь жил Руссо, и всё ему напоминает об этом человеке. В Германии он вспоминает Шиллера. Для английских впечатлений для него важен Шекспир. Это человек книги, поэтому культура сначала у него книжная, и поэтому вот эту книжную культуру он должен как-то обогатить той натуральной культурой, которую он встречает в Западной Европе. Современному человеку, как мне представляется, если я могу считать себя современным человеком, письма русского путешественника невероятно интересны. Но, наверное, ему будет сложно читать письма русского путешественника, потому что уровень культуры у Карандина намного выше будет любого выпускника даже нашего филологического факультета. Он знает философию, он знает античную литературу, он знает современную литературу Западной Европы, он знает искусство Западной Европы, он специально свой маршрут путешествия выстраивал так, чтобы получить какие-то ответы на свои вопросы. То есть он уехал туда не просто за впечатлениями, он уехал туда, скажем так, в поисках и самого себя тоже. Потому что любое путешествие, оно невероятным образом расширяет не только представление о мире, оно помогает человеку как-то и себя идентифицировать в этом мире. Это попытка сравнить собственную жизнь, жизнь других людей, других стран. Это попытка сопоставить нашу ментальность, ментальность других стран. Кроме того, что несомненным будет уроком для современного человека, читающего письма русского путешественника, это действительно та позиция, с которой сам Карамзин подходил ко всему заграничному. У него ко всему заграничному колоссальное уважение. Он понимает, что всё абсолютно, даже какие-то порядки, нравы, воспитания и прочее, всё это воспитано столетиями, тысячелетиями, поколениями. Это культура, в которой живут люди. И он с большим уважением относится к этой культуре и с большим уважением относится к Европе. Как-то одна дама, француженка, попросила, чтобы он рассказал о России. Он рассказал о России и дала ему бумагу со списком вопросов, что же её интересовало в России. И Карамзин с такой иронией отвечает на эти вопросы, потому что Россия для них терра инкогнито. Это были забавные вопросы. Можно ли человеку с нежным здоровьем сносить жестокость вашего климата? Это традиционное представление, что по дорогам у нас медведи ходят. Он отвечает, что в России терпят от мороза менее, нежели в Провансе. В тёплых комнатах, в тёплых шубах мы сиюмеёмся над трескучим морозом. И дальше ещё спрашивают, любят ли иностранцев в России? Хорошо ли их принимают? То есть подготавливаются к поездке. Ответ Карамзина. Гостеприимство есть добродетельств русских. Мы же благодарны иностранцам за просвещение, за множество умных идей, приятных чувств, которые были неизвестны предкам нашим, до связи с другими европейскими земляками. Осыпая гостей ласками, мы любим показывать, что ученики едва ли уступают учителям в искусстве жить и с людьми обходиться. И везде. Где бы ни шло сравнение Западной Европы с Россией, он отмечает что-то позитивное, очень хорошее. В этих странах и точно начинает противостоять Россию. А у нас вот это. И такое впечатление, что в Западную Европу уехал патриот. Патриот, который не пядей земли своей, не отдаст осмеять или охаять. Именно он такой человек. Я могу сказать только одно, что Карамзин был истинным патриотом своего отечества. Да, он ехал за границу. Да, он знал значение антиичной литературы. Он преклонялся перед многими писателями, поэтами там во времени. Но он всегда сопоставлял все свои впечатления с Россией. И удивительно, что такой фигурой, которая сопровождает Карамзина в его путешествиях, это был Петр. Это был Петр Первый, который давал принципиальный подход к западному, всему западному. Да, Петр Первый ориентировался на Запад, стремился сделать так, чтобы Россия достигла уровня развития западноевропейских государств. И часто в этом его обвиняли, в том, что он забывал при этом все русское. Но Карамзин объясняет, что Петр Первый понимал, что нужно сделать. Нужно достичь уровня развития этих государств, чтобы потом их превзойти. Он об этом и пишет. Избрать во всем лучшее есть действие ума просвещенного. А Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Но это вовсе не значит, что Карамзин будет расхваливать собственное Отечество и пренебрегать тем, что он видит и о чем, что он знает. Он говорит, что все народное, ничто перед человеческим. Главное быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских. И что англичане или немцы изобрели для пользы и выгоды человечества, то мое, ибо я человек. То есть Карамзин не просто как современный турист наш отправляется за границей с тем, чтобы отдохнуть и посмотреть. Нет. Для Карамзина это путешествие было интеллектуальное восхождение к самому себе. Совершенно непредусмотренная была маршрутом Великой французской буржуазной революции. И Карамзин оказывается как раз в Париже и во Франции в то время, когда брали Бустилию, когда взбунтовавшийся народ вышел на улицу, когда Карамзин мог видеть вот это движение народных масс, когда он мог слышать то, что находило отклик в театральных пьесах. Он сам говорил, пишет в письмах русского путешественника, в Париже 16 театров. Публика ходит на все спектакли и порой разговор на сцене перемещается в зрительный зал. Политические проблемы интересовали всех. Шиллер с его произведениями о монархе, о власти, о личности вызывал воодушевление не только в нем самом, сколько, как говорится, в публике. По приезде его в Россию один из его друзей сказал, что и в Карамзине произошла какая-то великая французская революция. Он приехал изменившимся. Что изменилось в Карамзине? Это человек эпохи просвещения. Это человек, который исторический прогресс связывал с моральным самосовершенствованием личности. Этому должны были способствовать философия и искусство. И, по мнению Карамзина, они действительно способствовали. Но он открывает и что-то другое. Он открывает народ, который может быть активным участником современных политических событий. Да, он не принимает бунт в любом его виде, он не принимает революцию, но революция приводит его к глубоким размышлениям и о роли личности, и о свободе как таковой. Да, без свободы человек может быть только рабом. Революция открывает путь к свободе. Но деятели французской революции себе соорудили эшафот. То есть он понимает, что последствия революции могут быть ужасными, непредсказуемыми. И даже пишет об этом. Он пишет так. «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я вижу это, а Руссо предвидел». То есть как-то философские воззрения французов, немцев он пропускает через уже революционную практику и начинает раздумывать над тем, что ж такое личность в этих событиях. Для него Швейцария, куда он уезжает из революционного Парижа, из революционной Франции, место, где свобода спокойная, она дает возможность человеку жить в гармонии с природой и с самим собой. Вот это его идеал. Надо сказать, что воздух вот этой мирной свободы, он действительно связывается со страной, где устройство республиканское. Где-то в каких-то одних из своих статей, уже попозже, он напишет о том, что он в душе республиканец. Что дали вот эти впечатления Карамзину, молодому человеку, который пытается и себя вписать в эту действительность и найти для себя какую-то точку опоры. Он понимает, самое главное, терпимость и гуманность – главные основы человеческого общежития. И на этих основах он строит дальнейшую собственную жизнь. И не случайно во второй половине 90-х годов XVIII века он начинает работу над большим историческим трудом в истории государства российского. Надо сказать, что Николай Михайлович Карамзин – это образец русского писателя. Это эталон русского писателя. Прежде всего потому, что как-то ему удалось уберечься от преследований. Ему удалось уберечься от всевозможных наветов. Ему удалось избежать ссылки Сибирь как родящего, слесибурской крепости как Новикову. Ему удалось удержать свое достоинство и свою честность с писателем на протяжении всего времени. Да, он дружил с Александром Первым. Да, он дружил еще и с Пушкиным, и с Вяземским. Это был человек не только широко образованный, широко мыслящий, но это человек, который действительно терпимость, человеколюбие, делал принципы своего отношения к жизни. Но время было сложное, трудное. Поэтому, чтобы сохранить свое «я», Карамзин вел себя очень сдержанным. Он не вел никаких дневников, очень осталось мало писем, очень трудно, говорил Лотман, писать его биографию. Более того, он сам творил себя, не случайно книга, называется «Сотворение Карамзина», он творил себя как человека и как писателя. Он считал, что идея прогресса связывается с прогрессом личностного развития, становления личности, а личная свобода связывается с понятием «человек». Вот он хотел сохранить эту личную свободу, и ему это удалось. Уйдя в историю, он не избежал споров своего времени, он не избежал какой-то критики в свой адрес. Но, тем не менее, ему удалось показать не только историю нашего государства, но и показать свое отношение к ней. Потому что перед нами, скажем так, историко-художественная проза, рассчитанная на широкого читателя. И вообще-то, я уже говорила об этом, Карамзин – человек книги, поэтому книга для него – это средство воспитания собственной личности. И его идеалом становится общественная независимость. Это общественная независимость, которая давала ему возможность как-то очень счастливо прожить свою судьбу. Но, 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 это тоже было только внешнее. На самом деле, на самом деле, внешний и внутренний облик Карамзина не совпадали. Не совпадали. Карамзин был свидетелем восстания декабристов. И для него это тоже чуть ли не рано масштабное событие французской буржуазной революции. Но, Карамзин прекрасно понимает, что такое историческое событие и как оно влияет на человека. Он пишет, заблуждение и преступление этих молодых людей, декабристов, суть заблуждения и преступления нашего века. Чистый исторический подход к вещи. То есть, вот, Карамзин пытается оправдать, понять, осознать декабристское восстание. Очень переживал. Невероятно переживал. Даже заболел. И, наверное, не случайно его и, ну скажем так, ранняя смерть в 60 лет. Незадолго до смерти он писал. Любезное мое отечество ни в чем не может меня упрекнуть. Я всегда был готов служить ему, не унижая своей личности, за которую я в ответе перед той же Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова